Следующая ступень Крабицы называется Ахаба. Любовь. Если мы посмотрим на мир вокруг, то все как будто бы сошли с ума относительно любви. Все фильмы, все книги, все сериалы, все таким или иным образом связаны с понятием любви. Только про это мы хотим слышать, только про это мы ждем. Каждая девушка, каждый малый человек, он ждет первого ступень, кто идет в эту любовь, в его жизнь. Почему настолько нам важна эта любовь? Почему мы готовы отдать столько для того, чтобы любить или быть любимыми? Дело в том, что когда мы любим кого-то по-настоящему, то мы соединяемся с этим человеком и становимся самим единственным целым. Именно поэтому, кто знает, есть понятие числовое значение или гематия в Торе, как слово Ахаба, подняется к слову Эхад. То есть числовое значение Ахаба – это любовь, это тринадцать, и числовое значение слова Эхад – это тоже тринадцать. Поэтому, когда мы любим кого-то, мы чувствуем единство с этим человеком и нам это напоминает единство Всевышнего. Мы чувствуем себя как будто бы концидентным, мы чувствуем, как будто мы уходим в заемки того, кем являемся на самом деле. И это ощущение настолько для нас цепляет, настолько необычное для нас, поэтому мы так хотим, сильнее мы испытываем все больше и больше. Есть очень много стереотипов, которые есть по поводу любви в светском мире. Скажем, только один из этих стереотипов – это то, что можно влюбиться в кого-то и потом можно нас любить. Да, вот мы хотим построить семью, у нас есть дети, но мы нас любили друг друга и больше с этим ничего нельзя сделать. Мы просто нас любили друг друга. Что? Мы женщины, как будто бы это чувство. Нам приходится только остаться друг с другом, нашим детям привыкнуть, не дай бог, к новой жизни. И теперь мы, наверное, когда-нибудь говорим о кого-то еще. Иудаизм и Тора очень категорически против такого позиции. Тора говорит о том, что любовь – это всего лишь отдавание. Если мы вкладываем в другого человека, если мы даем ему, то любовь придет. То есть любовь можно стимулировать отдаванием. Если мы говорим про здоровые в целом отношения, ни в коем случае мы не берем какие-то реальности, так, когда есть какое-то насилие физическое или эмоциональное в семье. Если мы говорим про хорошую, здоровую семью, то в ней будут всплески и падения любви. Будут моменты, что супруги будут очень сильно любить друг друга. И будут моменты, что они будут чувствовать отдаление друг от друга, дистанцию друг от друга. Потому что в жизни все это произошло к каким-то конкретным причинам. И даже когда мы не понимаем этих причин, есть выход. Выход – это ахава. Ахава – отклонный хав – отдавать. Если я даю, я даю специально, не потому что я должна, не потому что мне все говорят, что это моя обязанность, не потому что я чувствую, что у меня нет другого выхода, если я с этим человеком живу. Но если я даю ему от сердца и даю ему искренне, то это стимулирует любовь. У меня лично была похожая ситуация, когда я начала на преподавате, я почувствовала в одном из классов, что мне тяжело с одной девочкой. Тяжело просто ее присутствие в классе. Я даже могла понять, почему мне так тяжело. Просто ее нахождение в моем классе уже не определяла как молодого начинающего учителя. Я проконсультировалась с одним из своих учителей, и он сказал мне просто выдели наоборот. Я делаю наоборот, выделяю ее. Саша мне, например, как выдела. Выделяю какие-то знаки внимания. Выносил себе домой. И тогда чем больше ты будешь в нее вкладывать, чем больше ты будешь ее дать, тем больше ты будешь ее любить. Конечно, сначала это показалось очень странным, потому что, естественно, реакция была обратной. Но когда я стала это делать, по совету своего учителя, я почувствовала это, я почувствовала желание быть с ней, потому что я вложила в нее. Человек, в конце концов, больше всего на свете любит себя. И поэтому, когда я вкладываю в другого, то я вижу в нем частичку себя, и я люблю эту частичку в этом человеке. Это абсолютно нормальная, и то, как сделано Всевышний. Сегодня мы не будем делать медитацию. Я хотела бы просто сделать определенное упражнение, которое вы сделаете, и потом, если возможно, напишите мне о том, как это происходило. Я бы хотела, чтобы вы сделали такое упражнение осознанности. То есть, вы будете сегодня делать что-то хорошее для какого-то человека, которого вы любите, но будете делать это осознанно, с радостью. То есть, вместо того, чтобы условно приготовить, как обычно, ужин в своей семье, например, если я делаю это упражнение сегодня, я это сделаю с чувством того, что я люблю свою семью, я люблю своих детей, я люблю своего мужа, и поэтому я это делаю с большим удовольствием и сладостью. Почувствуйте, как этот акт отдачи меняет отношения. Когда я с любовью и с радостью отдаю другому человеку, и он это принимает с любовью и с радостью, я как будто бы возобновляю этот цикл любви. И если он на какое-то мгновение по каким-то причинам остановился, то мой активный хейсет, моя активная отдача как будто бы разморяживает вот эту остановку, и дальше любовь может идти к моему жизнь далее. Поэтому это такая интересная вещь. Тоже самое касается моего внутреннего мира. Иногда мы находимся в мире отчуждения, когда нам ничего не хочется никому давать, мы чувствуем себя подавленными, и опять же, если в этом состоянии закрытости и депрессии, мы вдруг начинаем кому-то делать что-то хорошее, если когда-то у вас было такое, что вы сидите в плохом настроении, и вдруг вам кто-то звонит, и вы реально понимаете, что у человека намного больше проблем, чем у вас, и вы ему начинаете помогать, ему утешать, и делать ему какие-то вещи, то вдруг вы чувствуете, что ваше настроение уже стало лучше, потому что вы перестали быть женой, вы стали тем, кто дает. Потому что когда мы даем, мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем, что у нас есть что давать, и мы чувствуем себя полноценными сотрудниками Всевышнего на этой земле. Еще раз задание – это дать отдавать кому-то что-то с радостью, кому-то любимому осознанно, что мы это делаем с желанием, чтобы эта любовь была в ваших отношениях, и утверждать в ваших впечатлениях. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok